Дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости, сегодня знаменательный день. Сегодня в этот год победы мы продолжаем вспоминать и чествовать тех, кто сделал для этой победы все возможное и невозможное. В этом комплексе зданий, который до сих пор называется больничный городок, прибыли первые госпитали. Вот именно в эти дни прибыли первые госпитали с ранеными. По сведениям архивных документов, во время войны в Рыбинске и Рыбинском районе, сменяя друг друга, дислоцировались 44 эвакогоспиталя. Уже 23 июня 41 года санитарный поезд доставил в Рыбинск эвакогоспиталь за номером 1087, который был развернут в здании речного училища на 400 коек. 24 июня 41 года прибыл в госпиталь за номером 1088, 200 коек которого были развернуты в школе имени Плеханова на улице Луначарского, 61. 2 июля больничный городок, а больничным городком стал весь город во время войны. Прибыл эвакогоспиталь 1447 на 50 коек, а 28 госпиталь 1148 на 200 общих хирургических коек. Вот в это двухэтажное здание родильного дома, здание двухэтажного административного корпуса, три здания которых сейчас уже нет, там тоже был развернут в госпиталь. В этом здании оно было недостроено, но тем не менее здесь был открыт физиокабинет, рентген кабинет, лаборатория и станция переливания крови. Кроме больничного городка госпитали размещались в здании школ, номер 3 на улице Ломоносова, номер 1 на проспекте Ленина в речном и авиационных техникумах, во дворце культуры, в барахах в поселке Переборы и в поселке Северный, в санатории имени Воровского, в здании музея, где раньше была больница имени Пирогова, в селе Хлебово, в здании на улице Зои Космодемьянской, там сейчас находится городская поликлиника номер 1, и в здании гостиницы на улице Ломоносова, в детском отделении на улице Оголя. В госпитали прибывали, они находились здесь от нескольких недель до нескольких лет. Они прибывали, лечили, ставили на ноги и уходили дальше, ближе к фронту, либо далеко в тыл. Вообще история здравоохранения города Рыбинска во время войны, это огромный пласт не только истории города, но и истории всей страны. Только тот факт, что руководила организация здравоохранения не только лечебных учреждений города, но и госпиталей, 33-летняя хрупкая девочка Лидия Григорьевна Скляренко. Огромный, огромно на ней лежала ответственность. Эта история, она ждет дальнейшего исследования. Продолжали работать больницы, продолжали работать детские сады и ясли, станция переливания крови, санитарная и малярийная станции, поскольку строилась ГЭС. Каждый день ловили комаров и смотрели, не больны ли они малярии. Прибывали раненые, эвакуированные, беженцы. Практически половина Ленинградской области прошла через Рыбинск. Все они и беженцы, эвакуированные, они тоже болели. Они нуждались в медицинской помощи, у них болели животные зубы, они бадали и ломали ноги, у них рождались дети. 50% медицинского персонала города ушли на фронт в первые дни войны. Многие не вернулись. Благодаря усилиям нашего доктора Дмитрия Валентиновича Картавы, он много времени провел в военкомате, мы восстановили имена тех, кто был призван на фронт и восстановили имена тех, кто вернулся с фронта. Эти имена будут занесены в книгу памяти, которую мы планируем выпустить к 2017 году, к столетию организации здравоохранения города Рыбинска. Митинг, посвященный открытию мемориала память о медицинских работниках, участниках Великой Отечественной войны, а также тех, кто боролся за жизнь и здоровье раненых и больных в госпиталях и больницах города, города Рыбинска и Рыбинского района, объявляются открытым. Право открыть мемориал в памяти медицинских работников предоставляется председателю Совета ветеранов, работникам госпиталей Артамоновой Галине Анатольевне, выпускнице Ярославской медицинской академии 2015 года Кныкиной Мариев, студентке Рыбинского медицинского колледжа Анатольевне Ивановой и учащемуся промышленного и экономического техникума Захройщику Александру. Побледнев, стиснув зубы до хруста, от родного окопа одна, ты должна оторваться и бруствер проскочить под обстрелом должна. Ты должна, хоть вернешься едва ли, хоть не смей, повторяет комбат, даже танки, они же и стали в трех шагах, а так оба горят. Ты должна, ведь нельзя притворяться пред собой, что не слышишь в ночи, как почти безнадежно сестрица кто-то там под обстрелом лечит. Слово предоставляется представителю администрации города Рыбинска, Ветрову Константину Александровичу. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно здесь находиться сегодня. От имени администрации города я приветствую всех, кто прибыл сегодня на это удивительное событие. Хочется сказать, я не буду многословен, потому что нам сегодня предстоит очень много информации, интересные очень не слышать. Самое важное, что бы я хотел сказать, это то, что вот в сегодняшнее время, когда идет реальная подмена ценностей, вот мы видим вот этот мемориал, он создан уже в современные годы, сегодня, он создан теми людьми, которые живут сегодня здесь, он создан на деньги тех людей, кто живет сегодня. Это сознательное... Это сознательная дань памяти всех нас, всех тех людей, кто отдал деньги. Это частные лица, это организации, это заводы, это депутаты. То есть вы понимаете, что вот этот памятник, который здесь сегодня, да, вот этот кресик, вот эта сумка, это свидетельство реального подвига народа, который сейчас очень многие хотят замять, скрыть, чтобы он исчез из памяти. Но та великая волна памяти, да, та великая волна самосознания, осознания того, что мы не можем этого забыть, хотя сейчас уже пришло другое поколение, которое уже даже не общалось с очевидцами, да. Но тем не менее это происходит сегодня. Вот это самое важное. Очень еще раз приятно всех сегодня здесь видеть. Люди в белых палатах, дорогие коллеги, дорогие друзья. А еще раз от имени администрации приветствую их. Очень желаю услышать то, что нам сегодня еще расскажут об этом. Это великая история, которую нам нужно знать. И лично мне это очень интересно. Спасибо всем. Всех приветствуем. Не только в Рыбинске городе, но и в Рыбинском районе. В санатории Воровского стоял госпиталь, где лечились раненые летчики. Мы буквально в марте пытались найти информацию, касающуюся этого госпиталя. К сожалению, информация до сих пор под грифом секретна. Но мы обязательно дождемся того времени, когда это будет возможно узнать. В селе Глебово стояли три госпиталя. Они были сформированы личным составом из Рыбинцев. Там немного было прибывших с госпитами людей. Там работали наши рыбинцы из Рыбинского района. Из Рыбинского района на фронт ушла Мешкалова Лидия Павловна из Тихменева. И она дошла до Берлина. И вернулась. И живет. Ей 92 года. Давайте просто вот она нас услышит, поприветствуем ее. Дать вам здоровья. Слово предоставляется главе администрации Рыбинского муниципального района Александр Николаевича Кендаеву. Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, я хотел бы выразить огромную благодарность инициаторам этого проекта. На самом деле, победа в Великой Отечественной войне имеет много составляющих. Это действующая армия прежде всего. Это самотвержденная работа в тылу. Это наши союзники огромнейшую лепту внесли в разгром фашистской Германии. И безусловно, это военные медики, которые вытаскивали из клещей смерти солдат, которые дарили солдатам радость жизни, которые не жалели своих жизней для Великой Победы. Ну, я желаю прежде всего здоровья ветеранам. Пусть будет вечная память тех, кто не вернулся с полей в Ране. И еще раз огромная благодарность инициаторам этого проекта. Спасибо. Под белым халатом не скроешь погоны, эмблем медицинских не скроешь от глаз. Врачи в медсамбатах в тылу обороны умело спасают от гибели нас. Они надевают халат и перчатки, и скальпели острые в руки берут. Они нам подарят себя без остатка, а значит, бойцы никогда не умрут. Ведь бывших военных врачей не бывает. В них смелость, отвага и стойкость бойца. Они нас у смерти и зла вырывают и будут бороться за жизнь до конца. Слово предоставляется председателю муниципального совета городского округа города Рыбинск. Главному врачу городской больницы номер 2 имени Пирогова, Светкову Михаилу Юрьевичу. Благоуковажаемые коллеги, пациенты, гости, жители Рыбинска. Действительно, сегодня нестандартное событие в нашем городе. Впервые в истории нашего города открывается памятник медицинским работникам, которые участвовали в оказании помощи пострадавшим и раненым в Великой Отечественной войне. Это символично, во-первых, в тот год, когда 70-летие мы праздновали победы. Пусть это не состоялось 9 мая, но состоялось сейчас. Сейчас 74-я годовщина прошла, начало этой Великой Отечественной войны. Мы все помним, знаем этих людей, которые работали в наших учреждениях и после войны. Но суть не только в том, что мы открываем память тем людям, которые работали не только врачи, а медицинские сестры, санитарочки, абсолютно персонал. Это благодарность всем медицинским работникам нашего города. Вот это самое главное. Мы должны гордиться этим. Еще раз повторяю, впервые в истории нашего города открывается памятник всем медицинским работникам, оказывающим помощь в годы Великой Отечественной войны. Но я думаю, это не только им, но и нам всем, практически тем, кто работает на передовом рубеже здравоохранения. Это больница экстренной медицинской помощи, которая является и больницей номер один, ну и многие больницы нашего города. То есть спасибо тем создателям, кто участвовал в создании памятника, спасибо тем, кто активизировал эту работу, спасибо тем, кто собрал средства для, так сказать, создания данной памятной, памятной доски и памятника. Всем огромное спасибо. Слово предоставляется главному врачу городской больницы номер один, Николаю Юрьевичу Смирнову. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые гости. 70 лет назад закончилась Великой Отечественной войны. Это самая пролитная война в истории человечества, которая унесла более 20 миллионов жизней наших соотечественников. Ни одна семья в нашей стране не осталась стороной этого события. Каждый человек так или иначе сталкивался с последствиями этой войны. Цифра погибших в этой войне, она могла бы быть гораздо больше, если бы не тяжелый самоотверженный труд всех медицинских работников, принимавших участие в оказательной помощи раненым на полях боевых действий. И тем людям, которые оказывали помощь на передовой, и тем, кто трудился при фронтовых и тыловых госпиталях. И территория больничного городка, на этой территории был развернут самый, наверное, большой госпиталь эвакуационный на территории города Рыбинска. Здесь было развернуто тысяча коек, и практически все тысяча коек была заполнена постоянно. Я вам хочу просто привести несколько цифр. Госпиталь работал 1558 дней и ночей. Более 38 тысяч раненых и больных получили медицинскую помощь на территории госпиталя. Было выполнено 9658 операций, 5705 переливаний крови и 71% раненых возвращен в действующую анну. Это грандиозная цифра. Сегодня мне особенно хочется выразить слова благодарности организаторам этого мероприятия. Это городскому комитету профсоюзов, работников здравоохранения лично, Букарева Ирине Владимировне, Ирине Владимировне. Спасибо. И всем людям, кто принимал участие в сборе средств на открытие этого памятника, это и медицинские работники, это и граждане города, это и граждане района. Спасибо всем большое. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого, я или Родина. Ивакогоспитали до прибытия в Рыбинск формировались оборудованием и личным составом Смоленской, Новгородской, Ленинградской, Калининской, Омской, Ростовской, Мурманской, Тюменской и в других областях. Медицинские работники рыбинцы, которые не были мобилизованы на фронт, тоже работали в госпиталях и больницах города. Эвакогоспиталь номер 2018, который находился в зданиях больничного городка и проработал здесь всю войну, формировался личным составом, оборудованием в городе Боровичи, Новгородской области. И у нас сегодня на нашем празднике присутствует главный врач Центральной районной больницы города Боровичи, Новгородской области, Дука Павел Семенович. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Я очень благодарен за приглашение непосредственно медицинской общественности города Рыбинска, за приглашение на столь значимое событие в жизни вашего города. У нас в 2005 году тоже открыт подобный мемориал, и мы чтим память медицинских работников, отдавших жизнь или участвовавших в лечении раненых и восстановлении и уходе их на фронт. 27 июля 1941 года к нам в город стали поступать первые раненые. В городе было открыто 22 госпиталя. Это были не только госпитали военно-полевой хирургии, это инфекционные, терапевтические, туберкулезные и для психических расстройств, потому что война калечилась со всех сторон. Более 70 тысяч солдат и офицеров прошли через наши госпитали. Около 4 тысяч упокоились навсегда в Боровической земле. Остальные уходили либо на фронт, либо были комиссованы. Труд медицинских работников никогда не оценивался звонкой монеты. Нас не оценивали экономисты, но он был неоценим. Это были солдаты в белых халатах, которые стойко несли свою вахту. Так же, как у нас и у вас в госпиталях работали врачи, медицинские сестры, фельдшера, санитарочки, и приходили подростки для того, чтобы помогать выхаживать раненых. И для того, чтобы труд этих людей никогда не забывался, особенно в нынешних условиях, чем дальше нас отделяет время от Великой Победы, тем больше мы должны показывать всем потомкам, детям и внукам то, что сделала наша страна, то, что сделали солдаты и медицинские работники. Я хотел бы вручить благодарственное письмо от руководителя нашего департамента. Выражаю искреннюю благодарность за увековечение памяти медицинских работников, участников Великой Отечественной войны и тех, кто боролся за жизнь и здоровье раненых и больных в авакокоспиталях. Благодаря массовому героизму и самопожертвованию советских медиков во имя Победы мы живем сегодня и мы никогда не забудем тем, тех, кто нам эту мирную жизнь обеспечил. Также хочу подарить книгу «Все одолеть и пережить» Боровичи подлинно город-госпиталь, как назвал его наш великий хирург Вишневский, который командовал, не командовал, был главным хирургом Волковского фронта и неоднократно бывал и в Рыбинске, и в Боровича. Также он и оперировал. Я в этом году, наверное, все потрясены были акцией «Бессмертный полк». Поэтому мне хотелось бы, чтобы на примере наших городов в нашей стране набирало обороты движения по открытию мемориалов медицинским работникам, отдавших свои жизни и непосредственно принимавших участие в становлении нашей победы. Спасибо. В свою очередь... Спасибо большое. В свою очередь мы хотим тоже передать книгу «Рыбинские лакогоспитали» в документах истории Великой Отечественной войны 1941-1945 года, которая была выпущена еще в 2005 году. И один из авторов, Галина Анатольевна Артамонова, она сегодня здесь. Вот эту книгу мы передаем в Центральную районную больницу города Боровичи и вот такую маленькую иконку, вышитую бисером, освещенную, передаем для всех больных этой больницы. Для выздоровления. АПЛОДИСМЕНТЫ И детский плач под грудою камней. Когда идут войною на детей, беспомощная мать ревет волчицей. Она не верит, как могло случиться, что стало вне закона, не убей. Когда идут войною на детей, вселенная печально тихо плачет, послушает. Да разве может быть иначе, когда идут войною на детей? АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется депутату Ярославской областной думы Ушаковой Ларисе Юрьевне. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие рыбинцы, уважаемые медицинские работники, 70 лет прошло со дня Великой Победы. Все дальше и дальше уходит она от нас, но парадокс. Наш интерес, наше уважение к этой победе только возрастает. Все меньше и меньше остается свидетелей той самой страшной войны и самой славной победы. И слава Богу, что мы не просто помним, а что мы помним и воздвигаем вот такие памятники. Сколько рыбинцев погибло в войну, сколько ушло на фронт, сколько людей ковали победу в тылу. И ковали победу вот здесь, в ВАКО-госпитале. Наши врачи, наши медицинские сестрички, нянечки и санитарки. Сколько людей они спасли. Хочу сказать, какой же огромный вклад несла рыбинская земля вот в этот день победы. Хочу сказать спасибо тем, кто материально помогал, чтобы этот памятник мы открыли. Но как депутат стою, смотрю, памятник правда очень красивый. Ирина Владимировна, вам лично огромное спасибо. Ну теперь от нас осталось, Николай Юрьевич, привести эту территорию в порядок. Потому что никакого памятника должна быть и огранка соответствующая. Я хочу, вот целый год мы будем праздновать 70 лет Великой Победы. Хочу еще раз нас поздравить с этим праздником. Низкий поклон всем тем, кто трудился и от себя лично. Уважаемые медицинские работники, никогда не поздно, никогда не рано, никогда не много и не мало. Сказать вам спасибо от всех нас, рыбинских пациентов. Праздник. Проект под общим названием «Оне возвращали жизнь» начал осуществляться еще несколько лет назад. Идейный вдохновитель Артамонова Галина Анатольевна, врач-окушер-гинеколог, вместе со своими коллегами приложила много сил для того, чтобы сохранить память о тех, кто действительно возвращал жизнь. Одним из основных направлений этого проекта было создание вот именно этого мемориала. Я хочу вам представить авторов памятника медицинским работникам. Малафеева Николая Дмитриевича, член Союза художников Российской Федерации. Хочу поблагодарить и вручить благодарственное письмо. Спасибо вам, Николай Дмитриевич. Патурай Петр Владимирович, еще один из авторов. Памятник, выполненный вами и отлитый из колокольной бронзы, не только сохранит память о тех, кто возвращал жизнь раненым и больным в годы самой страшной войны, но и будет нести в себе частичку веры и надежды на выздоровление страждущих в настоящее время. Спасибо вам. Автор всей мемориальной композиции, друг и соратник, Николай Александрович Лосев. Огромную благодарность за поддержку, за то, что вы смогли сделать это. Скажите, пожалуйста. Вы знаете, тогда впервые Лена Вадимовна сказала, что хочет сделать такой мемориал. Были различные предложения. Территория действительно очень большая. Она во многом еще требует организации, благоустройства. И формы, которые предлагались, они, в общем-то, достаточно такие компактные. И сразу же родилась мысль. Есть главное здание, есть портал. Портал, в котором, собственно, и хотелось разместить этот мемориал. Поэтому сразу пришла эта идея. Она была нарисована. Не сразу она была, правда, принята, но, слава Богу, она состоялась. Вообще-то, я хочу сказать, мне довелось уже испытать руки врачей. И это некая моя благодарность тем докторам, которые мне помогают. Спасибо большое. Желаю вам крепкого здоровья всем авторам. Ну, еще раз я скажу, что памятник был отлит на колокольном заводе в Тутаеве из колокольной бронзы. На этом заводе отливают самые звонкие колокола для православных церквей. Мы благодарственное письмо тоже отвезли на этот завод. И всем, конечно, большого спасибо. Мемориал создан на добровольное пожертвование работников учреждений здравоохранения города и района. Санаторий имени Воровского. Областного комитета профсоюза работников здравоохранения. Судостроительного завода «Вымпел». Футбольного клуба «Вымпел». Олег Иванович, большое спасибо. Страховой компанией «Росгострах медицины Ярославль». Откликнулись депутаты муниципального совета Рыбинского района и муниципального совета города. Не пришли? Не вижу. Ну, всем огромная благодарность. Слово предоставляется Грине Анатольевне Артамоновой. Ура! 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 Свершилась мечта наших ветеранов. Как мы долго к этому пути шли. И вот прошло уже столько лет, и почти никого не осталось в живых. Но сегодня открыт памятник в их честь. Спасибо от меня. Спасибо от всех живых, оставшихся еще в живых. Спасибо от тех, кто уже не с нами, за эту память, Которую город оставляет нашим потонкам. Спасибо. С Днем Победы. И большую благодарность хотела выразить Анатолию Альбертовичу Волкову, Который вот соорудил этот постамент совершенно безвозмездно. Виталию Югорьевичу Барулеву тоже мы направляем благодарственные письма Этим предприятиям за помощь в реализации проекта. В 50-х рождены, войны не помним мы, но все же в какой-то мере Все мы тоже, вернувшиеся с той войны. Высшая оценка подвига советских медиков в годы Великой Отечественной войны Это память потомков. Наша память. Вечная память. Люди, покуда сердца стучатся, помните, Какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, Песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Пожалуйста, помните, Детям своим расскажите о них, Чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, Чтоб тоже запомнили. Во все времена Бессмертной земли Помните, Мерцающим звездам ведя корабли О погибших Помните, Встречая трепетную весну, Люди земли Убейте войну Прокляните войну Люди земли Мечту пронесите через года И жизнью наполните Но тех, Кто уже не придет никогда Заклинаю, Помните Роберт Рождественский 1962 года Дорогие друзья, Если кто-то хочет еще Сказать что-то, Пожалуйста, я прошу вас Ирина Леонидовна Открытие этого памятника Это не только Знаменательное событие Для всей медицинской Общественности, Но и знаменательное событие Для города Рыбинск Этот памятник Вошел в пятерку Памятников По всей Российской Федерации Их ведь практически нет Памятников, посвященных Медицинским работникам Поэтому хочу сказать Большое спасибо Во всем медицинским работникам Которые собирали средства На возбуждение Этого памятника Но у памятника Есть душа А душа Это две замечательные женщины Без которых бы Этот памятник Никто не открыл Это Ирина Владимировна Букарева И Галина Анатольевна Артамонова Большое им спасибо И низкий поклон Огромное всем спасибо Берегите себя Не допустите войны И не допустите Чтобы историю нашей огромной Нашей замечательной страны Никто не посмел переписать Митинг окончен Прошу вас возложить цветы Спасибо всем АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...